Давайте все вместе призовем имя Господа, как написано, имя Господа призову. Абинуши Башамай, импесный отец, мы благодарим Тебя, что Игану, Верхияну, Верхиеману и Йомазе. Благодарим Тебя, что Ты позволил нам дожить до этого дня. И сегодня мы собрались вместе на очередной праздник в Пуринг. Когда был брошен жребий, мы были в невыигрышном положении, но Ты изменяешь ситуацию. Я прошу Тебя, небесный отец, чтобы вот это вот глобальное изменение ситуации для каждого из нас сработало сегодня опять. И у каждого свои ситуации. Вот мне друзья с Украины рассказывают, что там у них сейчас ремферендумы назначены. И мы знаем, что Ты также и в этих ситуациях. Мы просим Тебя, Господь, чтобы в наших жизненных, личных ситуациях всегда была Твоя правда. Не та правда, которую определяет на нас мир, враг или еще кто другой. Сейчас у нас в Израиле тоже непростые ситуации. И на юге, и на севере, но мы просим Господь, чтобы победа Пурима, она была для нашего народа столь же яркой и актуальной, как тогда, в Шушане. И мы просим Тебя, открой наши сердца во имя Ешуа. Аминь. И неделю назад, если вы помните, я начал рассказывать нестандартную Пуримскую ситуацию. Многие люди просто даже, ну как бы и не знали про нее, что Пурим это был праздник не для самозначимого Израиля, который жил по тем случаям в Вавилоне. Но это был рассеянный народ, который практически адаптировался там и отошел от Бога. Адаптировался. Потерял свою надежду, потерял свое призвание. И Господь допускает все те Пуримские события, которые стали источником восстановления призвания и восстановления избавления, которое Бог сделал для евреев и через евреев. И я сегодня хочу продолжить ту же самую тему, чтобы некоторые вещи просто могли осесть в нашей голове. Я попытаюсь все это сделать очень быстро, поэтому даже много буду читать, а не говорить. Потому что, когда я говорю, меня может уводить в разные стороны. Когда я ближе к тексту, оно ближе к тексту. Мардыха и Истер. Это было поколение нежелающих уехать в Эротисраэль. Те, кто уехал в Эротисраэль, они уехали вместе с Заравалелем и вместе с священником Егошуа. И если вы почитаете книгу Захария, вы вполне про это все увидите и услышите. А те, кто остался в Вавилоне, они уже не хотели Израиля. Они решили остаться. И на самом деле, они забыли одну интересную вещь, пугающую вещь, которая записана в Священных Писаниях. Второзаконие, 28 глава говорит. Если же ты не будешь слушаться глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня, то придут на тебя все сии проклятия. И дальше идет список, целый список проклятий. Кто помнит эту главу? Знаете, там самым ужасным проклятием даже не наказание, не проблемы в своей земле, даже не войны, не убийства в своей земле, а самым страшным для Израиля являлась ассимиляция. Уйти в другую землю. И там раствориться, исчезнуть. И, к сожалению, очень часто Израиль избирал именно такое положение, потому что достигали больших высот там, в земле Галута. И всегда, даже сегодня, живущие здесь часто говорят, о, как нам там было хорошо. Но Мушев предупреждает и говорит, не гордитесь той историей, вспоминайте лучше об этой земле, куда привел вас Бог. К сожалению, очень часто наш народ, дети Авраама, которым обещана эта земля, больше стараются быть детьми Адама, которые подвержены всем тем колебаниям этого мира, проблемам этого мира, и вот, чтобы вот за эту землю держаться, находят целую массу отговорок, тируцин и всяких идей. Здесь враги, здесь все евреи, нам там, в Москве, в Киеве, в Торонто, в Берлине, в Нью-Йорке намного лучше. Но Писание говорит, не надо, потому что это все очень напоминает уход от истины. Как я уже сказал, часто нам легче быть не детьми Авраама, а детьми Адама. И именно поэтому Писание через пророка Исаия говорит такие слова. Все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу. Забыли путь, забыли, к чему мы идем. Интересно, что Исаия пишет эти слова не всем язычникам и не всему миру, как сегодня цитируются эти слова. Он пишет конкретно нашему народу, потому что основными читателями во все времена слов Исаии были дети Авраама, Израиль, совратились на свою дорогу. И это не всегда только касается вопросов греха личности против личности. Очень часто это касается восстания против плана Бога, против чего-то глобального. И забывают такие слова, которые определил о нас Господь, говоря, ты, Израиль, сын мой, первенец мой. И вот Пурин, это именно о тех, которые забыли, что они Израиль, сын мой, первенец мой, то есть Господа. Пурин, это праздник для тех, которые увидели, что они без надежды или не увидели вообще ничего. И когда израильский народ на протяжении всей истории, не только тогда, в Шушане, но вдруг он забывает, кто он, Бог включает разные вещи, чтобы вернуть наш народ назад. Он включает совершенно разные инструменты, уговаривает народ, он посылает им пророков, и они начинают говорить, люди, услышьте, но наш народ, он имеющий больше всего пророков, больше всего научился их игнорировать. Он включает разные, разные, разные инструменты, тогда может быть телевизионная передача. Я знаю, что для некоторых вернуться к корням послужила книга Мастера Маргарита или подобные, подобные, разные, разные вещи, когда через какие-то внешние вещи Бог пытается достучаться, и когда сердца Израиля остаются все равно одервенелыми, то тогда уже, к сожалению, включаются такие вещи, как Пурим, как погром, как холокост, как ни странно и так ни страшно, но всякий раз, когда Израиль желался раствориться в мире язычников, именно эти самые язычники из себя выдвигали Амана. Это был или Амалек, или это был фараон, или это был тот же самый Аман, или это был Саддам Хусейн, или Гитлер, которые, наслаждаясь всеми плодами Израиля, которые дарили тем странам, вдруг начинали поднимать ненависть. И история Пурима, это как раз история Пурим севрита жребий, который был брошен против нас, и был не в нашу пользу, написано, и бросили жребий, и определили день, когда хотят истреблять Израиль. Но Господь изменил ситуацию. И брошенный против Израиля жребий стал силою Израиля. Очень интересно про Ишуа написано. Помните, перед Пилатом стояло двое. Одного звали Ишуа из Нацирета, а другого звали Варава. И по сути жребий упал на Вараву, чтобы ему остаться жить. Даже тогда потом, после осуждения Сын Божий висел на кресте, там тоже Пурим за его одежду бросали, вы помните, был жребий. Но мы знаем, что Божье определение, оно не приложено, и Он воскрес, и сила воскресения, обращенная к потерянным, к забывшим свое призвание. Это по сути тот же самый Пурим. Пурим избавления. Вот сегодня мы празднуем веселый праздник, Пурим. Все оделись в самые разные шляпы и маски. Так заведено. Но сутью является, что среди всех проблем, даже когда мы забываем того, кто любит нас, он протягивает к нам руку. я очень хочу, чтобы особенно те из нас, кто проходит какой-то кризис. Приняли сегодня. Его рука протянута. Его рука традиционно протянута к вам, а Ешуа делает эту руку еще ближе к каждому из вас. Как мы знаем все это? Вот несколько цитат из Нового Завета. Видя толпы народа, он сжалился над ними, потому что они были измучены и рассеяны как овцы, не имеющие пастыря. В другом месте говорится, Ешуа, услышав это, сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И он исполнил то, что о нем сказал Симеон в храме. Вот сей лежит на восстании и падении многих. Он принесет славу, спасения, избавления народу моего Израилю. И прострет также руку спасения от Творца для язычников. Пурин это праздник, когда приходит надежда и ободрение даже тем, которые про это даже не знают. Израиль в Шушане, Израиль в Вавилоне, они забыли, но Бог напомнил, кто они и вызвали к Творцу и победили в той битве. И Писание говорит, даже из языческих народов, которые окружали их в те времена, многие захотели сделаться иудеями, потому что заценили, что у Израиля есть Бог. Вы знаете, пророческая книга говорит, настанут дни опять, когда 10 язычников схватятся за полу, а на самом деле там написано за край одежды, за цицит. Иудеи скажут, мы хотим идти с тобою, потому что Бог с вами. Я хочу ободрить наших, я сейчас не про гостей говорю, про тех из нас, кто живет здесь. И кому часто приходится нелегко, потому что может быть мы 10-20 лет здесь, может быть 15 лет здесь, но для многих абсорбция еще продолжается и мы не можем найти свое место, потому что в одно поколение очень сложно вжиться в земле новой. И у многих на глазах слезы, я вам хочу сказать, каждый из нас сегодня это инструмент к тому, чтобы восстановить тот статус Израиля, про который говорится в священных писаниях, и возьмутся за твою пол 10 язычников. Как ни странно, мы проходящие совершенно разные кризисы, кто-то не может месяц закончить, у кого-то чего-то болит, у кого-то семье чего-то не складывается, у кого-то, у кого-то миллион разных причин. И многие часто говорят, потому что мы вот здесь, и здесь все так непросто. Да, наверное, все это правильно, но сутью является то, что в его воле ты здесь, чтобы свет от него, избавление от него пришли и поддержали тебя. Мы благодарим небесного отца, что будучи потерянным, он нашел нас. Мы благодарим небесного отца, что нас бросали жребий, и нам выпал он нехороший, но Бог изменяет все. И благодаря Машеху, и благодаря Сыну Божьему, и благодаря тому, что Бог когда-то поклялся нашим отцам. Вы знаете, Бог когда-то сделал для нашего пра-пра-пра-пра-отца Авраама вещь, которая никогда больше в мире не повторилась. Он поднял руку и поклялся. Ты и твои дети это мои. Никто не похитит вас из моей руки. Апостол Павел в послании Риммеда в 11 главе говорит, и явлю им избавление. И это не просто подачка, это обещание Аврааму. Там написано обещание отцам. Я хочу сказать вам, которые сегодня чувствуют себя поверженными, может быть, даже слабыми, разрушенными. В твоих жилах течет кровь Авраама и ДНК этой крови когда-то слышали Бога, который провозглашал тебе эту же самую клятву. Вы знаете, Иешуа, я верю, Иешуа через Дух Святой пробуждает в нас память, чтобы мы вспомнили, что когда-то клялся Небесный Отец, Творец мира нашему пра-пра-пра-пра-пра-отцу. Пурим это жребий, но это также день великого избавления и день великого исполнения обещаний для тех, кто был полностью оставлен из-за своих грехов. Как важно в эти дни не винить, не осуждать, смотреть на себя. Вы знаете, когда мы читаем про события там в Пурим в Шушане, то там случилось несколько вещей. С одной стороны Пурим или погром против Израиля обратился в возможность самообороны, которую они достойно выбрали. Но они делали битву. Они не просто остались сидеть уповая на Творца Господь и все соверши, все будет классно. Они стали прикладываться к тому, чтобы Божьи слова стали реальностью для них. Как часто многие из нас просто легко упывают на благодать. Классно сидеть на стуле и говорить слава Богу за Ишуа. И ты ведешь себя как свин. Вместо того, чтобы измениться, вместо того, чтобы приложиться к своему характеру, вместо того, чтобы наступить на свое эго, силой возлюбившего нас. Праздник Пурием это праздник надежды для оставленных. Но это тот день, когда Бог вдохновляет нас. Знаете, к чему? Чтоб мы не сидели сложа руки, уповая, вот знаете, просто космически. Оно придет, оно придет. Приложись к тому, чтобы сказать лучше. Приложись к тому, чтобы соответствовать. Приложись к тому, как когда-то израильский народ в шишане, чтобы защитить себя и свое достоинство. То призвание, которое Бог определил для тебя. Ха хурин саме. Спасибо.